В мире, поглощенном войной, солдаты именно этой страны стоят особняком. Мы ищем врага и нападаем. Так мы начинаем бой. Их служба — это ежедневная битва за выживание без права сдаться. Эта страна окружена врагами. Израиль постоянно воюет. Это концепт в борьбе. Оружие и ведение У израильских команда с богатый боевой опыт. Они воюют каждый день уже 70 лет. Мы работаем, полагаясь на инстинкт и агрессию. Они родились в огне борьбы с национальной независимостью и стали неотъемлемой частью государственности. Они вышли из горнила народной мести за Мюнхенскую резню и проявили искусство спасения заложников в аэропорту Эн-Тебе. Это государство родилось во время войны и постоянно находится в состоянии военной угрозы. Наличие спецподразделения в тылу врага — это жизненно необходимо для этой страны. Сегодня израильские командос — это лучшие из лучших солдат. 40 отрядов, бойцы которых исповедуют одну единственную философию — философию войны. Противники Израиля должны знать, что среди его граждан есть люди, смысл жизни, для которых убивать врагов государства. Израильские спецподразделения выполняют самые разнообразные боевые задачи и оснащены самым разнообразным оружием. От пистолетов, пулеметов УЗИ до ультрасовременных винтовок Тавор. Эти бойцы всегда на шаг опережают своих врагов. Сейчас мы расскажем вам историю о жестокой борьбе за свободу от международного терроризма, в которой как сталь закалялись отряды израильских командов. Израильский народ окружен врагами и постоянно терпит осаду. Израиль обязан своему существованию лишь своим вооруженным силам. Но в начале все было иначе. В 1940 году израильские поселенцы дрались за свою независимость и свою землю на Ближнем Востоке. Пальмак был на острие атаки. Предводителями еврейских поселенцев было решено организовать элитный ударный отряд командос Пальмак. Именно это вооруженное формирование стало колыбелью израильской народности. Наставником этих героев стал британский офицер Орди Виндейк. Орди Виндейк был человеком непревзойденных военных талантов и одним из борцов за израильскую государственность. Виндейк исповедовал философию борьбы. Он научил своих командос ажам саботажа и скрытых атак. Пальмак — это отряд людей, которые могли атаковать, обороняясь. Пальмак использовали любое оружие, которое могли найти. Тогда в нем не было недостатка, но лишь один пистолет-пулемет заслужил их признание. Это самый знаменитый в истории оружия пистолет-пулемет Стэн МК-2. Изначально он был сделан из водопроводных труб. Грубый и простой механизм хорошо работал в песках Ближнего Востока. Малые габариты оружия сделали его любимой пушкой отряда Пальмак. Отличное оружие для превращения простых поселенцев в бойцов, выполняющих боевые задачи, мятежников и партизан. Его легко было разобрать и незаметно спрятать в одежде. Компактность, простота и легкость в обращении говорят сами за себя в пользу этого оружия. У него есть небольшой разброс вправо, но пули ложатся в цель. Очень хорошие результаты для такого простого оружия. В 1948 году Пальмак наконец отвоевали еврейские земли. Но на этом их служба молодому государству не окончилась. Границу нужно было защищать. И для этого понадобилось новое оружие. В первые годы жизни новорожденной страны боец отряда Пальмак Узи-Эль-Галл изобрел ставшее символом той эпохи оружие Узи. До сих пор это изобретение израильтян считается иконой оружейного дела. На создание этого пистолета-пулемета Командос был вдохновлен предшественником Узи Стэном. Однако по дизайну эта пушка больше напоминала чехословацкую разработку. Он скопировал дизайн чешского CZ-23, у которого затвор располагался над стволом. Такая конструкция позволяет сократить длину оружия. Вдобавок, когда основной вес подвижных частей находится посередине пушки, с ней куда легче справляться. Именно вес в центре корпуса Узи уменьшает суммарную силу отдачи, что делает это оружие очень стабильным и точным. Телескопический затвор это уникальная особенность как Узи, так и серии CZ. Компактные и легкие в обращении эти пушки полюбились бойцам спецподразделений. Давайте-ка попробуем пострелять. Сперва в область головы. А теперь в полностью автоматическом режиме очередями. Полуавтоматический режим отличается повышенной точностью. Это оружие очень эффективно, если умело с ним обращаться. Узи настолько хорошо сбалансировано, что опытный боец может стрелять из него одной рукой, прямо как в кино. Мы все любим Арнольда Шварценегера в роли Терминатора. Люди всегда спрашивают, а реально ли стрелять из оружия с одной руки. Мой ответ, если знать, как можно достичь хороших результатов, стреляя даже с одной руки. Однако однорукая стрельба все же более подходит для кино, чем для реального боя. Из 32 пуль, которые я выстрелил, держа Узи одной рукой, как Терминатор, в цель попали 30. Хороший результат, но разброс при такой стрельбе слишком велик. Муки Бетцер. Легендарный израильский командос. Он обожает Узи. Это оружие в его руках и судья, и присяжные, и палач. Апрель 1973 года. Муки вместе с будущим премьер-министром Эхудом Бараком причалил к пристани Бейрута. Их цель – уничтожить террористов, устроивших резню годом ранее на Олимпийских играх в Мюнхене. Спрятав пушки и гранаты под одеждой туристов, они отправились на поиски врага. Эхуд Барак оделся с женщиной. Когда мы обнаружили наши цели, мы стали ждать прибытия двух других отрядов на запланированное место. Когда мы получили от них сообщение о готовности, мы выломали двери. Ворвались в дом и расстреляли заместителя Ясара Арафата Юсуфа Нагаля. Задание было выполнено. Этот акт мести до сих пор считается сомнительным в мировом обществе. Но в чем не возникает сомнений, так это в умении израильских команд спроникать в логово врага. Репутация израильских вооруженных сил зависит от их деяний в прошлом, поэтому многие опасаются, что израильтяне могут по-своему понимая справедливость повторить подобные акты возмездия. Израильские оружейники изобрели еще более смертельное, еще более компактное оружие. Перед рейдом в Бейруте команда Муки испытала новый прототип. Вскоре после этого мини-УЗИ заполнил собой оружейные рынки. Это мини-УЗИ с глушителем. Почти бесшумная пушка. Используется в специальных операциях, когда требуется скрытность и незаметность. Несмотря на 60-летнюю историю, семейство УЗИ до сих пор стоит на вооружении израильской армии. Израильские команды почти постоянно с кем-то воюют. Для этого им необходимо оружие, отвечающее высоким требованиям в точности, убойной силе и надежности. Израильские оружейники постоянно совершенствуют вооружение спецслужб. Муки Бетцер провел 22 года в элитных отрядах израильских оборонительных войск, в том числе 10 лет в сверхсекретном подразделении. Все это время автомат Калашникова был его любимым оружием. Свой первый Калаш он нашел в Египте в ходе шестидневной войны в 1967 году. Советы поддерживали египетских врагов Израиля в войне против интересов США, а когда египетские войска были разбиты, израильтяне захватили тысячи Калашниковых. Первыми, кто получил на вооружение этот автомат были специальные подразделения, включая Сайрет Маткаль. Это потрясающее оружие, точное, надежное и мощное. Каждый солдат хотел его. Муки прошел со своим Калашом жестокие бои Йом-Кипурской войны. В октябре 1973 года Сирия и Египет неожиданно напали на Израиль. Команда забросили в самую гущу сражения с целью сломить ход войны в пользу Израиля. Муки, будучи бойцом Сайрет Маткаль, защищал границы Израиля близ города Нафах на голландских высотах. Разведка доложила о приземлении двух вертолетов к северу от нас. Мы сразу догадались, что это команда, с которой будут штурмовать Нафах. Они познакомили своих врагов со своим главным принципом. Лучшая защита — это нападение. Мы вступили с ними в ближний бой. Нас разделяло всего несколько метров. Огонь, который мы непрерывно вели по ним в течение четырех минут, поразил сорок команд с противника. Оставшихся в живых раненых мы взяли в плен. Контратаки израильской армии всегда начинаются с применения специальных подразделений. Ёмки-пурская война была окончена спустя шесть недель после ее неожиданного начала. Российский калашников доказал свой титул царя на поле боя. Опыт Ёмки-пурской войны подсказал ведущим оружейникам Израиля то, что и самое лучшее оружие может быть усовершенствовано. Разработчики израильской военной индустрии попытались улучшить АК-47. Израильские оружейники не зря задались вопросом, а что, если сделать калашников еще лучше? АК-47 не самое точное оружие. Прицел расположен слишком близко к мушке, поэтому погрешность при стрельбе очень велика. Перемещение прицела ближе к прикладу намного увеличило точность стрельбы. Так АК превратился в Галил. Чем Галил отличается от Калаша? Пожалуй, технически более продуманным прицелом и лучшей точностью благодаря этому. Проверим. Кен и Ларри бывшие члены спецподразделения армии США. Оба они отличные стрелки даже на расстоянии 100 метров до цели. Но Кен, стреляющий из Галилы явно намного лучше поражает мишень. Ларри и его АК-47 неплохо справились с задачей, но у моего Галила кучной стрельбы побольше, только благодаря другому прицелу. Израильские военные разработчики добавили в конструкцию автомата складной приклад, кусачки для колючей проволоки и даже открывалку для бутылок. Все вместе это перерождение старого Калашникова в новый сверхточный Галил. Прекрасная точность и кучность прямо в сердце мишени. В 80-х и 90-х годах 20-го века израильские войска были втянуты в уличные бои в Ливане и секторе газа. В условиях уличного боя им понадобилось принципиально новое вооружение. Потребовалась точность Галила и компактность УЗИ. Тогда мы разработали короткую и компактную винтовку. Команда инженеров во главе с гением Залманом Шевом основываясь на лучшем создали оружие совершившая переворот. Первой укороченной винтовкой была ЕМ2. Уникальный дизайн позволял существенно укоротить длину винтовки без потери длины ствола. На основе этого был изобретен Тавор. Немного позже еще меньший микротовор тоже увидел свет. Ствол винтовки начинается на стыке с прикладом, поэтому его длина не меньше, чем у обычной штурмовой винтовки. Длинный ствол необходим для большей точности. Микротовор это точность штурмовой винтовки в размерах пистолета-пулемета. Микротовор был разработан по особому заказу спецслужб. Они нуждались в такой компактности при сохранении убойной силы. Скорострельность, надежность и точность свойства оружия 21 века. Израильские команды с одни из самых высокопрофессиональных солдат в мире. 40 подразделений натренированы каждой для своего рода заданий. Спасение заложников самая сложная работа спецназа. На каждом задании присутствует специалист в своей узкой области ведения боя. Элитные подразделения создаются для выполнения особых задач. Захват заложников это частое дело в Израиле. Спасательные миссии это задача особого подразделения с кодовым именем Яман. В современном мире Яман очень известное спецподразделение за годы его работы накоплен большой опыт на котором учатся все без исключения спецназовцы. Бойцы Ямана это прежде всего превосходные тактики. Секрет успеха этого отряда постоянная практика боя. залог победы это создание контролируемого смятения среди противников для этого нужно действовать быстро точно и без сомнений. Когда вокруг полно заложников нельзя стрелять куда попало ведь убить нужно только террористов такие операции подобны хирургическим одна ошибка может привести к провалу. Яман был создан в 1988 году тогда отряд функционировал только в пределах границ Израиля как подразделение по борьбе с захватом самолетов в составе сверхсекретного Сайрат Маткальт Сайрат Маткаль это подразделение о существовании которого мало кто знал оно выполняло очень сложные и важные задачи в основном спасение заложников Сайрат Маткаль накопил огромный массив опыта по борьбе с угоном самолетов Сабенский инцидент в 1972 году в городе Лот служит тому ярким примером команда в составе которой был будущий премьер-министр Эхуд Барак проникла на самолет под видом авиатехников и обезвредила террористов эту стратегию борьбы с угонщиками самолетов стали копировать по всему миру но годы спустя захват самолета в Энтебе перевернул все известные правила войны с ног на голову рейд в Энтебе был классическим примером превосходства специальных подразделений специальных сил 27 июня 76 года палестинские немецкие террористы захватили самолет следовавший в Париж из Тель-Авива с требованием освободить из тюрьмы своих палестинских товарищей террористы направили самолет в город Энтебе что в Уганде они освободили всех заложников кроме евреев осталось 104 пленников включая экипаж их переместили в здание заброшенного терминала эхо холокостов до сих пор звучит в Израиле кризис приобрел черты государственной важности израильские власти решили послать на задание Сайрет Маткаль командиры спецназовцев незамедлительно приступили к планированию операции освобожденные заложники подтвердили что террористам содействует лидер Уганды Иди Амин целая дивизия его лучших солдат охраняла аэропорт потребовалась большая команда спецназовцев но массивный отряд своим появлением мог свести на нет элемент неожиданности элемент неожиданности это важнейший ключ к успеху операции нападать следует только тогда когда террористы не предполагают нападение иначе пострадают заложники Муки Бецар был ответственен за планирование операции по иронии судьбы Муки тренировал парашютистов Иди Амина 9 лет назад он использовал свой опыт в Уганде чтобы составить гениальный и дерзкий план все что им было нужно это черный Мерседес все члены правительства Уганды и военачальники ездили на черных Мерседесах когда его солдаты видели черный Мерседес они отдавали воинское приветствие и пропускали машину именно поэтому для обеспечения элемента неожиданности нам понадобился такой автомобиль террористы полагали что находятся в безопасности они были уверены что большой отряд командос на таком расстоянии от Израиля вряд ли станет штурмовать их но это было их ошибкой бойцы Сайрат Маткаль прибыли в аэропорт Энтебе под покровом ночи Муки и Йони Нетаньяху командир отряда вместе с девятью его членами приступили к выполнению задания мы приземлились в полночь и сразу же выехали на черном Мерседесе и двух Лендроверах с девятью другими бойцами команда должна была преодолеть два километра до старого заброшенного терминала их дело сразу же не заладилось на полпути к терминалу им повстречалась охрана командир отравен не рассуждал долго он застрелил охранника из пистолета с глушителем другие бойцы открыли огонь из Калашниковых мы утратили эффект неожиданности пришлось начинать открытый штурм прежде чем мы достигли запланированных позиций мы прямо на машинах въехали в ворота терминала быстрый прорыв восстановил их преимущества ворвавшись в главный зал терминала мы тут же уничтожили четырех террористов второй отряд устранил остальных террористов в других помещениях все террористы были убиты к сожалению застрелен оказался один заложник а командир отряда получил ранение попав под огонь с диспетчерской вышки я выбежал на улице увидел что командир серьезно ранен и находится в бессознательном состоянии пуля пробила ему грудь я подозвал ребят и приказал разнести вышку выстрелом из гранатомета и пулеметной очередью приземлилось еще три самолета с солдатами для того чтобы обеспечить безопасную эвакуацию в ходе спасения еще два заложника были убиты командир уничтожили девять самолетов амина с помощью ракетных установок и пулеметов это отличный пример того чего могут добиться хорошо обученные люди с тщательно составленным планом даже в случае непредвиденной ситуации успех этого рейда стал уроком для всех террористов и сотрудничающих с ними преступников если до инцидента в Интебе люди по всему миру знали о спецподразделениях израильской армии только по косвенным упоминаниям в новостях то после этого рейда израильский спецназ стал известен повсюду такой успех стал возможен благодаря применению большой вооруженной силы израильский спецподразделениях израильский спецподразделения израильской армии израильские команды стреляют без промаха отборы обучения бойцов в спецподразделения израильской армии должны выявлять лучших воинов кандидаты отбираются со всех родов войск каждый гражданин израиля несет воинскую повинность парни служат три года девушке полтора хотя наша страна и невелика у нас много талантливых людей в армии в спецподразделениях отбирают лучших из них в элитные отряды набираются самые перспективные солдаты их физические и умственные показатели очень высоки самые выносливые определяются в ходе жестких испытаний по преодолению дистанции в 120 километров по пересеченной местности с тяжелым грузом за плечами это больше испытания воли, чем тело часто люди, достигая предела своих возможностей сдаются но не реже бывает так что хорошие бойцы намного превосходят себя но все же не выносят нагрузки после успешного завершения такого испытания в реальных условиях становится намного легче когда, к примеру, нужно преодолеть 40 километров то боец делает это уверенно ведь он уже преодолел целых 120 километров при отборе однако самые жесткие уроки спецназовцы учат в рукопашном бою муки бетцер любят драться с новичками я построил солдат в шеренге и приказал им драться друг с другом тот, кто дрался недостаточно активно получал от меня сильный пинок так мы и учим махать кулаками однажды я приказал солдату сильно меня ударить он испугался ведь я офицер он лишь слегка меня шлепнул а я сшиб его с ног потом он разозлился и уже действительно сильно мне вмазал этот солдат научился одним ударом сбивать врага идеальный воин это тот, кто способен на насилие мы не ищем маньяков но нам нужны люди, способные управляемо и хладнокровно причинять боль и даже смерть израильские бойцы обучены уникальной системе приемов рукопашного боя ее разработал молодой боец пальмака имя Лихтенфельд он назвал свое единоборство Краф Мага оно стало основой рукопашного боя которому обучают в израильской оборонительной армии имя Лихтенфельд гений он приехал в Израиль из Словакии бросив там занятия боксом и рестлингом он совместил лучшее, что знал и создал Краф Мага Краф означает бой Мага означает контакт в целом этот термин звучит как контактный бой так называются все техники рукопашного боя в армии Краф Мага предусматривает постоянное нападение никакой прием в этом единоборстве не запрещен к примеру, чтобы хорошо научиться кунг-фу нужны годы упорных тренировок Краф Мага не требует этого будучи намного более простым в обучении пушки, ножи, цепи, биты, все сгодится как оружие следует всегда рассчитывать на то, что противник может оказаться сильнее и опытнее нужно контролировать свое волнение Мони Айзек основатель одного из направлений искусства Краф Мага созданного им специально для Командос В 73-м году после Йом-Кипурской войны я служил в отряде Командос почти все мои сослуживцы погибли а мне поручили развивать искусство Краф Мага для элитных подразделений израильской оборонительной армии был необходим оптимальный вариант боевого искусства адаптированный к условиям спецзадания опыт Мони в боевых искусствах позволил ему создать подходящий для командос стиль рукопашного боя в этом ему помогал сам Ими Лихтенфельд мы экспериментировали с различными техниками боя ведь я был специалистом по джиу-джитсу и дзюдо и много раз становился чемпионом Израиля мое понимание биомеханики и физики боя позволило мне создать свой собственный стиль Мони адаптировал принципы Краф Мага для нужд Командос когда кто-либо приставляет к голове пистолет первое, что необходимо сделать это как можно быстрее уйти с линии огня нужно поднять руки близко к ушам как бы сдаваясь а потом одной рукой необходимо резко оттолкнуть пистолет от своей головы свободной рукой нужно перехватить кисть противника и второй рукой вывернуть пистолет в противоположную от себя сторону потом можно выхватить его из руки врага и завладеть оружием Краф Мага отражает суть принципов ведения боя израильскими солдатами бить и бить сильно сбивать противника с ног и прекращать его жизнь без колебаний реагируйте как можно быстрее как можно быстрее выходите из боя если вы затянете драку вы дадите противнику возможность перегруппироваться блокируете удар одновременно хватаете кисть противника в которой он держит нож сильным захватом нужно поднять и вывернуть руку врага выдернув нож вот так нужно отнимать холодное оружие израильские команды собучены убивать для того чтобы воевать в численном меньшинстве у них есть все необходимое для того чтобы победить численно превосходящего противника необходимо техническое преимущество перед ним это задача израильских оружейников мы все время стараемся уйти с линии вражеского огня компактный смертельный УЗИ футуристический микротовор легкий и мощный пулемет это лишь немного из лучшего израильского вооружения которым оснащены спецподразделения израильской армии мы всегда стараемся превосходить противника хоть в чем-то опережать его на шаг военные специалисты знают что лучшее оружие это хорошо обученные воин численный перевес противника должен компенсироваться качественным превосходством собственных войск мы вынуждены выживать среди множества врагов поэтому мы должны использовать все возможности чтобы снизить риск гибели наших людей от нашей стороны они будут уничтожены лучший способ сохранить бойцу жизнь это держать его подальше от линии огня вайпер это боец с дистанционным управлением ростом всего 30 сантиметров он удобен для разведки и для переноски этот робот только выглядит как игрушка но он оснащен камерой дневного и ночного режима акустическими сенсорами и даже мини УЗИ беспилотные самолеты-разведчики отлично подходят для применения на больших расстояниях вдали от дома гермес и скайларк могут сфотографировать поле боя целиком гермес сохранение боеспособности в укрытии это главная задача военной науки и техники корнер-шот с успехом ее выполняет гениальный инженер Амос Галан благодаря опыту командира контртеррористического отряда создал уникальное оружие с помощью которого можно стрелять из-за угла или иного укрытия без риска для жизни солдата солдат обычно прячется за углом чтобы не попасть под линию вражеского огня с помощью этого устройства можно оставаться в укрытии и успешно отстреливаться корнер-шот оснащен камерой, экраном и особым спусковым механизмом позволяющим стрелять из-за препятствий на мониторе прекрасно видно, куда я целюсь находясь в безопасности я могу спокойно обезвредить врага проникнув внутрь помещения остается лишь добить противников и тогда продолжайте следить следить за врага вверх вверх другие члены отряда не вооруженные корнер-шотом могут наблюдать за работой стрелка с дисплея на его спине такая система позволяет быстро оценить обстановку и опасность всем членам отряда определив положение целей и их отличительные черты это, в свою очередь, способствует выработке общей тактики нападения корнер-шот может работать как с пистолетом так и со штурмовой винтовкой но разработчику мало и этого у нас приготовлен еще один сюрприз нашим врагам это 40-миллиметровый гранатомет из него можно стрелять прямо из-за укрытия в городских условиях при интенсивной перестрелке можно удобно использовать возможности этого устройства находясь в безопасности израильские команды всегда численно уступают своему противнику но лучшее техническое оснащение и потрясающие навыки бойцов компенсируют это инстинктивная агрессивность это стиль израильских военных холодный расчет и горячее сердце это то, чем они могут гордиться спасение заложников скрытые и неожиданные нападения вот работа этих ребят вместе они представляют устрашающую силу с богатой историей борьба израильтян за независимость развитие огнестрельного оружия и единоборств привели к созданию одного из самых смертоносных вооруженных формирований на земле израильских командов субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok